Рисуешь картину, снимаешь видео, набираешь миллионы просмотров и зарабатываешь. Такую бизнес-идею реализовывает оскольчанка Екатерина Ахтарова. 26-летняя художница. Рисует в современной манере флюид-арт. Особым спросом пользуются портреты. Екатерина Ахтарова взяла в руки краски почти 20 лет назад. С тех пор с кистью не расстаётся. Найти увлечение по душе помогли родители. Когда пошла в первый класс в школу, родители меня отдали в художку, музыкалку, ещё на танцы. Я ходила во все кружки одновременно и поняла, что музыкалка у меня там со слухом не очень. С танцами тоже не пошло. А как ты рисовать сидишь и суешь красками, макаешь и суешь хорошо. Все 8 лет обучения педагоги отмечали талант в подборе цветовой гаммы и большие проблемы с техникой. После художки Екатерина посещала театральную студию при Староскольском театре. Мечтала о сцене. Я решила, что я актриса. А почему бы и нет? Но потом я поступила в «Орел» на режиссуру. Стала учиться в «Орле». Тоже с режиссурой не сложилось. Ну потому что я поняла, что я это вижу все спектакли картинками. Но в итоге я очень много оформляла спектаклей своих однокурсников, педагогов, студентов. У меня было три выставки в «Орле» в институте на неделе театра. Так Екатерина Ахтарова окончательно поняла, что ее стихия – это холсты. Девушку может вдохновить что угодно. Красивое видео, интересная книга, трогательная песня или новое чувство. Эта картина по песне Павла Кашина «Танец на Волге». Эту картину я рисовала, когда была беременна. Долго не могла дорисовать, поэтому, наверное, и позже родила, чем должна была. Она была совершенно другая, когда я начала рисовать. Тут просто куча слоев, хотя оно может быть и незаметно, но это много очень было идей, мыслей, как это должно быть. Вот в этих картинах есть идея, это значит это, это значит это. Здесь не значит ничего, здесь просто состояние внутреннее. И вот у меня это было состояние, и как бы все беременность. Я очень хорошо себя чувствовала, когда была беременна. Мне очень нравилось мое состояние. Художнице нравится работать акварелью, тушью, маслом. В последнее время активно занимается популярной техникой флюид-арт. И делает портреты и интерьерные картины на холстах необычной формы. Делая холсты для заливки флюид-арт, делала квадратные сначала. И что-то мне надоело квадратные выпиливать. Думаю, надо что-нибудь придумать. Я видела такие вот картины, как палитра. То есть вот палитра художника и вот такая вот форма. Думаю, надо попробовать. Сделала такие, конечно, криво сделала. Думаю, блин, а надо круглые попробовать. Сегодня Аскольчанка с семьей живет в Ленинградской области. Занятие творчеством стоит недешево. Муж Екатериной поддерживает супругу и подсказывает бизнес-идеи. Приходит, такой, где картина? Я тебе сказала, нарисуй картину. Приходит, такой, блин. Такой, рисуешь картину, снимаешь видео, набираешь миллионы просмотров, зарабатываешь много денег. Я не понял, что не так. Мария Шелипова, Алексей Грачев, Александр Балакин, 9 канал.